На этой неделе мне пришло письмо, в котором говорилось, что я получил высшую награду Институту Одизиса. Точнее сказать, не я, а наша команда консультантов. А если еще точнее, то наш клиент. Такая награда вручается всего лишь одной компании в год. Среди всех клиентов Института по всему миру выбирается одна единственная. И за 12 лет моей работы в качестве регионального директора Института моя компания, то есть мой клиент, получает такую награду впервые. Я решил рассказать вам пару слов об этой награде и за что она присуждается и как все это происходит. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, последние 12 из которых я работаю в качестве регионального директора консалтинговой компании Института Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще и автор этой книги «Методология Одизиса. Реальный опыт внедрения», которое вышло из издательства МИФ. Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Итак, если посмотреть официальный глобальный сайт Института Одизиса, то мы увидим вот что. Награда Компания Года присуждается компании, которая добилась выдающихся успехов в имплементации методологии Одизиса, внедряя изменения в атмосфере взаимного доверия и уважения. То есть со всех клиентов по всему миру выбирается компания, которая получила лучшие результаты. И в этом году такой компанией стал наш клиент компания Мастер Сервис. К Мастер Сервису мы еще вернемся, а сейчас я хочу рассказать вам, кто и как выбирает такую компанию. Для этого я вам должен рассказать, как в Институте Одизиса организована работа с клиентом. Обычно на проекте работает команда консультантов, а за течением проекта осуществляется несколько разнообразных форм контроля. Административный директор, в данном случае я, контролирует все административные и финансовые вопросы. Программный директор планирует и контролирует необходимые шаги и фазы, которые будут внедряться у клиента в ходе программы. Профессиональный директор контролирует качество внедрения. На первый взгляд кажется, что слишком много контролеров, но практика доказала, что именно такая система работает отлично и не вызывает никаких конфликтов интересов ни на каких этапах. В нашем случае программным директором проекта Мастер Сервис был мой коллега по офису, блестящий профессионал Павел Мирошник. А функции профессионального надзора традиционно исполняет руководитель офиса в Южной Европе, один из ветеранов института Звездан Хорват. Это если говорить о команде планирования и контроля. Нельзя не упомянуть, что часть важнейших работ по внедрению выполняла наша коллега Виктория Кучерчук. Итак, каждый год программные директоры, которые вели те или иные проекты, выдвигают их на конкурс. В институте существует специальный профессиональный совет, куда входят профессиональные директоры разных регионов мира, в Ойхамерике, Индии, Европе и так далее. И именно этот совет, который возглавляется в Гадайте Кен, правильно, лично доктором Цхаком Адизисом, выбирает компанию, которая добилась тех самых выдающихся успехов. Кто такие Мастер Сервис? Это компания из Харькова, которая занимается импортом и продажей автозапчастей, а также оборудованием для диагностики и ремонта автомобилей. Кроме того, компания управляет собственными сервисными центрами. В описании к этому видео я дам ссылку на кейс компании Мастер Сервис, в котором подробно изложены работы, которые мы проделали в компании, и результаты, которые компания получила этап за этапом. Но сейчас я хочу предоставить слово владельцу компании, чтобы он подвел общие итоги. Марк Бершацкий. Самый большой вызов – это война. Казалось, что все остановилось. Нужно было решать, что делать с людьми, а у нас их почти 900 человек было, с филиалами, в том числе и с филиалами в России, товарами, обязательствами. И это в 30 километрах от границы с врагом под постоянными бомбардировками. После очень короткого размышления пришло озарение. Стало ясно, что нужно делать. За один месяц мы изменили структуру. И технически, во всех учетных ресурсах. И физически. Зеленые, то есть подразделения центра прибыли, сказали, нам нужен бюджет. Очень быстро был создан и утвержден бюджет на три месяца для 115 подразделений. И для нас это уже не было проблемой. Мы знали, что делать и как формировать команду. Мы сократили штат вдвое, хотя объем работ на тот момент был такой же, как и до войны. И эта работа могла выполняться только в перерывах между забегами в укрытие, а также частичным отсутствием света, тепла и интернета. И что немаловажно, уровень взаимного доверия был поднят до самого высокого уровня. Компания Мастер Сервис продолжает прибыльно работать в зоне боевых действий, но благодаря высокому уровню взаимного уважения и доверия есть все основания полагать, что она будет продолжать работать и даже процветать. Я не просто так привел эту цитату. Программа Одиса приносит компании результаты разного характера. Она приносит рост выручки, прибыли, рост продаж, четкости, понятности управления и так далее. Я очень долго осмысливал это, пытаясь дать сам себе ответ вот на какой вопрос. А что самое главное? И вот однажды, это главное я увидел в заглавии книги Анасима Талеба «Антихрупкость». Антихрупкость — это когда компания сталкивается с сильным ударом, но не разваливается на кусочки, а становится только прочнее. И чем сильнее удары, тем сильнее компания. Давайте еще раз читаемся и вдумаемся, и услышим эту мысль про компанию «Мастер-сервис». Компания продолжает прибыльно работать в зоне боевых действий и благодаря высокому уровню взаимного доверия и уважения и все основания полагать, что она будет продолжать работать и даже процветать. Это фантастика. Напоследок я хочу поблагодарить моих коллег, которые имели отношение к этому проекту. Павла Мирошника, Викторию Кучерчук и Звезды на Хорвата. Отдельно хочу поблагодарить Марка Абершацкого за то, что он поверил в нас. Друзья, если вам интересно узнать, что именно Институт Адиса может сделать именно для вашей компании, то вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании. А если вам понравился этот ролик, то наградите его лайком, а чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку «Подписаться» и на колокольчик.